Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами поговорим об очень интересном, уникальном феномене, что из себя представляет система мать-дитя. Это новое явление, новая функция, которую изучают в психологии. Естественно, система мать-дитя – древнее образование в человеческой психологии, и не только в человеческой, но по-настоящему ее изучать стали совсем недавно и выявили ее огромную роль как в охране психического здоровья, так и в его нарушении. Посмотрим, какие факторы определяют или вызывают ту или иную психическую патологию. Вот посмотрим, какие они. Генетический фактор. Казалось бы, этот фактор предопределяет развитие расстройств. Ну, как говорится, с чем из колыбельки, с тем и в могилку. Много существует по этому поводу различных таких образных выражений и мнений о том, что генетический фактор – это фатальная роль. Но это оказывается не так. Сейчас у всех на слуху стволовые клетки. Наверняка многие из вас слышали о том, что стволовые клетки лечат, видоизменяют, создают новые органы и системы. Это медицина 21 века, медицина будущего. Стволовые клетки – это эмбриональные клетки. Это, по сути дела, одна клетка такая. Название у нее такое своеобразное – тотальная, потенциальная клетка, которая содержит в себе информацию о целом организме. Из этой одной клетки вырастает целый организм в дальнейшем. И не только информация об этом целом организме, о его органах, о его характере. Но в этой клетке сосредоточена информация и о памяти поколений, о памяти определенных правил поведения данной особи, данного представителя – животного или человеческого рода. и даже вот такие клетки, в которых, казалось бы, уже все сосредоточено в определенной программе, ну, как в компьютере, например, программу, ее видоизменить можно, вмешавшись в нее и извне. И вот удивительное дело, что даже стволовые клетки не всегда работают так, как в них что-то написано. А наоборот, они зависят от влияния среды. Тем более генетический фактор, который определяет, как бы, возникновение психопатологии, он так или иначе тоже зависит от среды. Другие причины возникновения психической патологии, или хотя бы, так сказать, способствующие ее возникновению, это принадлежность к определенному полу, женский или мужской. Известно, ну, а если неизвестно, то вот я вам скажу об этом, как о факте, что мальчики болеют гораздо чаще, чем девочки, и они гораздо более уязвимы к возникновению психической патологии, чем, как говорится, женский род. И не только возраст. Возраст ребенка тоже имеет колоссальное значение для возникновения психических расстройств. Это так называемые критические периоды. Что это за периоды такие? Они известны. Ну, три года, например, всем известно, это период первого возрастного криза, когда ребенок становится капризным, когда ребенок становится непослушным, когда у него появляются реакции протеста, когда он начинает говорить впервые в своей жизни «я», отделяется от окружающего мира и претендует на некую самостоятельность. И вот именно в этот возраст ребенок становится особенно уязвим к различным факторам, неприятным стрессовым факторам среды. Но есть и другие критические периоды. Это, например, возраст первого года жизни. Возраст полуторых лет и так далее. Что же это за периоды такие, выделенные нейрофизиологами, физиологами и практически людьми просто, психологами в том числе, и в обычной бытовой жизни? Это периоды, когда помимо повышенной уязвимости к внешним воздействиям происходит некое накопление сил для того, чтобы потом двинуться вперед в своем развитии. Это удивительные периоды. Они природой запрограммированы для того, чтобы мы, как говорится, не останавливались на месте, а приготовились к дальнейшему прыжку вперед, к саму совершенствованию, к дальнейшей эволюции и вообще личности человеческой и конкретного индивидуума, чтобы он в дальнейшем приобретал все новые и новые возможности и совершенствования своих психических функций. Именно в эти критические периоды ребенок особенно уязвим к воздействиям вредной среды и к возможности заболеть психическими и другими расстройствами. Церебральная патология, то есть патология, возникшая в результате повреждения головного мозга, спинного мозга, одним словом, центральной нервной системы, которые могут возникнуть в результате травмы, полученной ребенком в родах, в результате полученной травмы уже в дальнейшем своем возрастном периоде, в дальнейшем развитии. Полученные травмы в результате инфекций перенесенных, порой перенесенных неблагополучно прививок и так далее. То есть всех тех факторов, которые каким-то образом повреждают центральную нервную систему. Вот сколько факторов, которые влияют как причины на возникновение психопатологии. Но смотрите, самое большое место занимают психосоциальные факторы по сравнению со всеми остальными. Они и на самом деле занимают самое большое место. Когда мы рассматриваем статистически или эпидемиология, так называемая, перечень структура и уровень тех или иных факторов вредоносных в возможности возникновения тех или иных нарушений, в том числе психических. И оказывается, что вот, например, церебральные патологии занимают где-то около 90% в структуре факторов, вызывающих психические расстройства. Пол и генетические факторы занимают очень малое место, 1-2-3%. А вот психосоциальные факторы занимают 96-98% в причинах возникновения психических расстройств. Значит, психосоциальные факторы – это один из самых важных производительных моментов, которые опасны для психического здоровья. Посмотрим дальше. В структуре психосоциальных факторов большое место занимает вот эта названная нами уже система мать-дитя. Что же это за система такая? Вот определение этой системы – это психическая функция, присущая человеку, формирующаяся на базе инстинктов, филогенетических предпосылок, генетических моделей поведения, отработанных традиций, этноса, культуры, микро- и макросоциума. Если мы разберем каждый в отдельности, то увидим, что, в общем-то, это функция, которая как бы присуща уже человеку. Она имеет врожденный характер, если она развивается на базе инстинктов и филогенеза. А филогенеза – это те особенности, которые мы усвоили в процессе развития человека как биологического вида. То есть мы должны отправиться в филогенезе на много миллионов лет назад, когда мы прошли путь большой, так сказать, очень длительной эволюции, развившись от единой клетки простейших, затем более усложненных видов живого мира, в дальнейшем рыб, в дальнейшем других земноводных, птиц и, наконец, уже приматов и так далее. Всякая попытка отрицать факт такой эволюции, ну, у Дарвина, например, имеется тенденция чуть ли не шельмовать и вспоминать, как его не признавали, осуждали, критиковали во времена, когда он провозгласил свою теорию. Ну, это в определенной степени позиция не только спорная, но в определенной степени не выдерживающая критики. Потому что эволюция – это факт, который доказывается очень многими доказательствами естественными. Даже если мы будем наблюдать развитие эмбриона человеческого от первых дней жизни зародыша до окончательного завершения развития плода и рождения ребенка, то мы увидим, что человеческий зародыш претерпевает все эволюционные периоды, которые пережило человечество за весь путь эволюции филогенеза. Значит, в основе системы мать-дитя лежат и вот даже такие древние механизмы, как филогенетическая память, филогенетические предпосылки. И, естественно, инстинкты. А что такое инстинкты? Это приспособительные механизмы, которые позволяют человеку выжить, начиная с первых дней жизни и даже не только с первых дней жизни родившись, но и даже в определенном периоде, развиваясь до рождения. Эти инстинкты уже в тот период, период эмбриогенеза, эмбрионального развития, внутриутробного развития, эти инстинкты, многие из них уже начинают действовать. Ну, например, инстинкт самосохранение, определенные ориентировочные элементы инстинкта и так далее. Тем более они действуют, когда ребенок родился, с первых мгновений его жизни, так сказать, в воздушной атмосфере. Казалось бы, система мать-дитя предопределена, раз она лежит в структуре филогенеза и инстинкта. Но это далеко не так. Генетические модели, которые упомянуты, они, конечно, имеют в своей структуре некую генетическую память предшествующих поколений, отработанных традициями народа, культуры и даже микросоциума, то есть семейными какими-то традициями. Это все закладывается в генетику отдельного индивидуума и передается, естественно, как архив информации, в дальнейшем для формирования не только системы мать-дитя, а для формирования всего дальнейшего поведения человека, его личности и прочее. Для чего нужна эта система? Она нужна для очень многих позиций, среди которых это, безусловно, охрана родившегося потомства. Но не только родившегося, а еще и неродившегося. Тоже имеет колоссальное значение действие этой системы. Считается, что она зарождается именно тогда, когда человек уже родился, детеныш человеческий родился, но она начинает действовать и раньше. И вот эта охрана потомства – это одна из главных целей системы мать-дитя. И, безусловно, ее притворение в жизнь – это создание условий для выживания потомства, для его психического и физического развития гармоничного и для формирования личности. Итак, система мать-дитя – это психологическая, биологическая система. То есть здесь помимо тех биологических структур, которые были упомянуты, филогенетическая память, инстинкты, генетические модели, программы, которые лежат в базисе этой системы. И, наконец, психологическая надстройка, которая в каждом индивидуальном случае зависит от индивидуума, в частности, от мамы. Как она строит эту систему? Этапы формирования этой системы. Она начинает формироваться в период беременности. Но не только. Она начинает формироваться задолго до этого периода у девочки. Она начинает формироваться еще с ее дошкольных лет, школьных лет, периода юности. Но особенно, конечно, в период беременности, когда мама и ее окружение решили продолжить свой род, решили иметь потомство. Именно в этот период эта система складывается каким образом? Если этот ребенок желанный, то эта система носит один характер. А если это ребенок нежеланный, если он зачат и его собираются воспроизвести как продолжение своего рода для каких-то утилитарных целей, для того, чтобы сохранить семью, например, для того, чтобы улучшить свое здоровье, или просто формально, как часто мама отвечает на вопрос, да, просто так, по случаю забеременела, по случаю оставила беременность. Если вот так, то сразу система мать-дитя уже формируется искаженно, ущербно. Далее, неонатальный период. Что это такое? Это период, когда ребенок уже родился. Родился. Конечно, я еще раз говорю, что она закладывается рано, эта система, еще до беременности, еще в период того, когда девочка взрослеет. Но это не значит, что она уже окончательно не может сложиться, если вот судьба у данной женщины сложилась не очень благополучно, и, так сказать, особой желанности беременности она не испытывала. Все равно в неонатальный период, если правильно построено взаимоотношение матери с ребенком, правильно взаимоотношение построено семьи с матерью, эта система может начать функционировать в достаточной степени гармонично. Особенно, конечно, она звучит в период младенчества, когда ребенок постигает впервые жизнь до своего годовалого возраста. Именно этот период от нуля до года называется периодом младенчества. И именно в этот период система мать-дитя функционирует особенно активно, особенно красиво, особенно просто вызывая восхищение окружающих. Ну, если мы вспомним, например, замечательные картины Богородицы с младенцем, Мадонны с младенцем. Как прекрасны эти запечатленные в высоком искусстве образы, которые являются предметом, предметом, и даже нельзя так сказать, идеалом для подражания, идеалом для подражания, для формирования хотя бы приближенно похожего на эту идеальную красоту. И, наконец, ранний возраст, то есть возраст ребенка до трех лет и немножко старше, и, наконец, во всю дальнейшую жизнь формирование системы мать-дитя продолжает действовать. Даже в зрелом возрасте мальчики и девочки, юноши и девушки, и уже зрелые мужчины и женщины продолжают взаимодействовать со своими близкими, мамой, ну и, конечно, отцом. Дай бог, если все это в семье имеет место быть. Итак, период беременности. Что там такое происходит? Там происходит формирование материнского чувства и формирование готовности к материнству. Что это такое за явление? Материнское чувство – это привязанность к своему ребенку, это любовь к нему, это ожидание его, это готовность принять его, вступить с ним в соответствующее взаимодействие. С одной стороны, материнское чувство как бы врожденное, с другой стороны, оно формирующееся. Интересно, что материнское чувство очень даже формирующееся и не только у человека, но и у теплокровных животных. Ну, например, у хищников и так далее. Если особь, например, кошки или собаки, или даже птиц, например, тем более примата, переживала в раннем возрасте определенные искажения взаимодействия системы мать-дитя, материнское чувство приобретает у них весьма искаженный вид. Тем более оно нарушается или формируется в достаточной степени ущербно, редуцировано у человека, если к этому чувству, формированию не прилагаются определенные усилия, как со стороны матери, так и со стороны семьи матери. Готовность к материнству – это очень важное психологическое явление, оно тем более средовое, потому что оно, конечно, формируется средой, когда маму готовят к тому, как она должна принять ребенка, как она его должна постараться полюбить, как она его должна постараться серьезно встретить, как не просто некую такую забаву-игрушку, а как рождающегося нового члена общества человека. Сейчас существует конвенция прав ребенка и его защиты, по которой нерожденный ребенок приравнивается к юридическому лицу, имеющим право на жизнь, на выживание. В ряде стран, например, категорически запрещено взаимодействие с зародышевыми клетками. А что это такое за зародышевые клетки? Вот это так называемые эмбриональные стволовые клетки. Это клетки пятидневного зародыша. Считается, что уже в ряде стран, по закону этих стран, в частности, в Соединенных Штатах, в Англии, в определенной степени у нас в стране, ну, так это очень жестко в законодательстве не прописано, но тем не менее, этическая сторона вопроса взаимодействия с зародышевыми клетками в возрасте их пяти-семи дней, считается предосудительным, а в ряде стран категорически запрещено. Но лукавство в этом плане присутствует. С эмбриональными стволовыми клетками зародышей работать в научном плане не разрешается. Не разрешается сдавать клоны, например, то есть некие аналоги человеческого зародыша в пробирке. Но зато разрешается работать с замороженным материалом, привезенным из других стран. Мне кажется, это наивное такое желание страусового политика спрятать голову в песок. Разницы-то ведь нет, все равно работа со стволовыми клетками, но якобы вот все-таки не из собственного народа населения. Ну, неважно. Тем не менее, главное в том, что взаимодействие с ребенком начинается уже с первых дней зачатия. И готовность к материнству, встреча вновь появившегося человека начинается задолго до его рождения. Следующие этапы, которые хочется рассмотреть более подробно, это этапы формирования системы в первый месяц жизни ребенка. Как она происходит, эта система здесь? Как она начинает функционировать? Она начинает функционировать с явления имбридинга, то есть запечатление мамы в сознании ребенка в первые часы после того, как он появился на свету Божий. Явление имбридинга – недавно открытая форма взаимодействия родившегося человека со своим окружающим миром. Он хорошо изучен этологами, лоренцем в частности, у животных. Отрицалось у человека, но в дальнейшем приняло абсолютное утверждение как факт, что имбридинг у человека существует. А что это такое? То есть первое впечатление, которое сохраняется в подсознании у человека навсегда. Может быть, это не будет осознанно так, чтобы человек вспомнил свои первые мгновения рождения по-настоящему, хотя в ряде экспериментов в особых психологических состояниях, в состоянии транса, в измененном сознании человек как бы вспоминает эти периоды первого своего ознакомления с миром. Но это неважно, помнит ли он это фактически, извлекает ли он это из подсознания в реальный свой мир сознания. Неважно. В подсознании это запечатление, безусловно, имеет место быть, и оно влияет на поведение, на всю душевную жизнь человека, и на его, кстати сказать, и психическое, и физическое здоровье. В чем же проявляется вот это запечатлевание после первого ознакомления родившегося человечка с окружающим миром? Оно проявляется в так называемом унитарном поведении. Что такое унитарное поведение? Это такое поведение, которое заложено вот именно как бы в инстинктивной форме взаимодействия ребенка с матерью и матери с ребенком. У матери тоже включаются некие генетические программы, которые позволяют ей действовать в определенной гармонии с ребенком. Надо сказать, что система мать-дитя это двойственная система. В одиночестве, как мать и дитя, она, эта система не действует, не существует и, естественно, не функционирует. Это двойственная система, которая имеет характеристики взаимопроникновения. Как мать влияет на ребенка, так и ребенок, соответственно, влияет на мать. И вот в период унитарного поведения ребенок встреченный, благожелательный, доброжелательный, любящий или, во всяком случае, и пытающийся полюбить своего ребенка матерью, ребенок ведет себя унитарно, гармонично. Он занимает определенную благожелательную позу на руках у матери, красивую, ту самую, которая изображена на иконах и на прекрасных картинах возрождения. Когда удобно ребенка держать на руках, и ребенку удобно на руках, на благожелательных руках окружающего мира, в первую очередь матери. В том, как ребенок начинает взаимодействовать с материнской грудью, как он ест, как определяется его пищевое поведение, делает ли он это с удовольствием, делает ли это он благожелательно в отношении мамы, не кусает, не царапает ее и так далее. Здесь начинает действовать и эмоциональное взаимодействие с ребенком, мамой и ребенка с матерью. Первая улыбка, которая появляется в ответ на приближение матери к ребенку, зафиксирована в первые дни жизни ребенка, и уж, конечно, к первому месяцу жизни. И сенсорное взаимодействие. Ребенок слышит, ребенок видит окружающих его людей, в первую очередь мать. Он ее чувствует, он ее ощущает. Он испытывает либо удовольствие, либо неудовольствие. Такие малодифференцированные эмоциональные реакции в первый месяц жизни, безусловно, проявляются. И в чем же они проявляются? А в том, что ребенок либо тянется к матери, либо, наоборот, отталкивает ее от себя. Причем это бывает настолько очевидно, вот когда наблюдаешь за маленькими детьми. И как бы мама не говорила о том, что она хотела ребенка, она сделала это сознательно, у нее была желанная беременность, а ребенок этого не чувствует. Ребенок отталкивает ее от себя, он не занимает удобной позы у груди. И более того, он отказывается от материнского молока. А если все-таки его продолжают кормить насильно молоком этой мамы, то у него появляются аллергические реакции и разные другие расстройства. Ну, не будем говорить о таких печальных явлениях. Итак, период младенчества до года. Эта система претерпевает сложные модификации. В чем же они проявляются? Это прежде всего эмоциональные взаимодействия. В возрасте от двух до четырех месяцев начинает функционировать очень интересный комплекс. Он называется комплекс оживления, который представляет из себя формирование эмоционального ответа ребенка на окружающий мир. И если окружающий мир к нему доброжелателен, в первую очередь в лице мамы, то этот комплекс оживлений необыкновенно красив и притягателен. Ребенок смеется, тянет ручки, он гулит, он двигательно подвижен, он необыкновенно очарователен в это время. У него распахнуты глаза, они блестят. Он с удовольствием, с радостью, с экстазом буквально рассматривает окружающий мир. Он счастлив познакомиться с этим миром. Он принимает в его маленькую чистую душу. Именно в это время проявляется взаимодействие вербально-невербальное. Мама разговаривает с ребенком. Ребенок в ответ на это гулит, лепечет. Это, между прочим, очень дифференцированный и сложный язык младенца. Ну и невербальное, естественно, взаимодействие мамы. Это поглаживание, это ласки, это баюканье, это качание на руках, это употребление разного рода таких ласкательных словечек, с которыми испокон веку родители, мама в том числе, обращается к ребенку. И ребенок понимает этот младенческий язык, с которым разговаривает с ним мама. И он счастлив, он засыпает, он успокаивается у груди. И взаимно они воспринимаются, как необыкновенно прекрасное зрелище. Это, безусловно, жестовое взаимодействие. Ребенок тянет ручки к маме. Мама, соответственно, тоже соответствующими жестами дает понять, что ребенок ей желателен и любим. И, наконец, самое главное, это взаимодействие когнитивное. То есть умственное, познавательное. То есть еще в возрасте до года ребенок уже развивается интеллектуально. И мать в этом месте, в этот период занимает очень большое место. Ну и тем более все такие же перечисленные периоды и формы системы мать-дитя действуют старше младенчества, до трех лет и в более позднем возрасте. В основном здесь действия познавательные или интеллектуальные, когнитивные. Безусловно, это поведение мамы в этой системе. Соответственно, и ребенок отвечает на это также соответствующим поведением. Если мама гармонично себя ведет, то и ребенок тоже отвечает на это соответствующим гармоничным поведением. И, безусловно, традиционное. Это очень важно, потому что эта система функционирует в основном там, тогда, когда поведение мамы традиционно определенному этносу, определенному народу, определенной культуре. Потому что именно эта информация заложена в генах ребенка, и он может понять, как ведет себя мама. И поэтому соответствующий на это отвечает гармоничным взаимодействием с мамой. Очень сложные взаимодействия традиционные там, где смешанные браки. Где мама, например, славянской национальности, а папа восточный человек, мусульманин и так далее. А ребенок, например, мальчик, у которого генетически традиционное поведение, отличное от славянского поведения. Здесь возникают большие сложности в понимании ребенком своей матери и матери ребенка. И здесь нужно маме серьезно готовиться к тому, как она будет взаимодействовать со своим мальчиком. Какие факторы риска для нарушения системы мать-дитя? Это, безусловно, возраст матери. Особенно у юных мам нет. То есть вот преждевременно наступившая беременность, к сожалению, предопределяет, что у мамы нет особенного желания иметь ребенка, и тем более нет настоящей готовности к материнству. Но, безусловно, психическое и физическое здоровье матери имеет в этом деле очень большое значение. Но не только. Вот структура семьи имеет большее значение. Полная и неполная семья. Наличие отца в семье имеет колоссальное значение. Отсутствие отца всегда дезорганизует систему мать-дитя в том числе. Напрасно мамы думают, что они рожают детей для себя, а папа тут не нужен. Они глубоко заблуждаются. Это очень большая ошибка, когда отец исключается из взаимодействия с ребенком. Ну, это вот психологические особенности семьи, особенности взаимоотношений в семье. Гармоничные они или дисфункциональные. Если папа ведет себя отстраненно, когда он обижает мать или даже применяет физические или психологические воздействия на мать, это очень влияет на систему мать-дитя, разрушает ее и разрушает взаимодействие ребенка как с матерью, так и с отцом. Очень важным фактором является материнская депривация в детстве матери. Если мать перенесла нелюбовь своей матери в свое время, то есть бабушке, родившегося ребенка, то это сказывается на структуре системы мать-дитя. Ну, безусловно, нежеланная беременность самой матерью. Это тоже имеет колоссальное значение. Нарушение материнского чувства во время беременности. Когда, например, девочки говорят, это ты зачем сделала, ты зачем в подоле принесла ребенка? Или другие какие-то горестные взаимоотношения свекрови, например, со своей будущей невесткой и так далее, будущей мамой и прочее. Это очень влияет на формирование системы мать-дитя, нарушая ее. Безусловно, нарушение материнского поведения во время беременности. Ну и конец, некомпетентность мамы во время той же самой беременности. Когда мама не понимает, что она делает. Ну, вот мы видим, например, идет беременная женщина и курит. Или она везет ребенка в коляске и курит, ругается нецензурными словами, пьет пиво, не обращает на ребенка внимания. Недавно наблюдала такую ужасную сцену. Сидит ребенок на руках у матери. Маленький. Ему, наверное, около год-два месяца вот так еще не ходит. Малыш совсем. Мама смотрит в окно. Волосы у нее не чесаны. Выглядит она такой неряшливой, запущенной. Ребенок тянет ручки к ее лицу. Она резко дергает эти руки в сторону и говорит, да что б ты провалился. Ну, волосы шевелятся на голове от ужаса. Жаль, как и этого ребенка. Вот какая грубо нарушенная система мать-детя. Но будем думать, что мать это просто некомпетентно. Ее никто не обучал, как она должна себя вести в этой системе. Может быть, в дальнейшем проявится у нее настоящее материнское чувство. Посмотрим вот здесь некие иллюстрации, которые нам любезно предоставили для демонстрации вам, дорогие телезрители. Вот мама в состоянии беременности. Посмотрите, какой у нее умиротворенный, блаженный, можно сказать, вид. У нее прикрыты глаза. Она прислушивается к своему ребенку. Она любит его еще не родившегося. Ну, а эта мама просто сияет от восторга и от того, что она собирается сделать. Что она собирается принести в Божий мир еще одну душу. И счастлива, как говорится. И ребенок наверняка счастлив появится у нее. Это период сенсорного взаимодействия ребенка с мамой, с его грудью. Смотрите, какое благостное выражение лица у ребенка. Как он доброжелателен, как он ласкает мать, как он с удовлетворением и правильно питается. Это имеет очень большое значение. Вот такое пищевое поведение, унитарное поведение ребенка в системе. Безусловно, это говорит о том, что система здесь сформирована гармонично и правильно. Вот посмотрите, как удобно, как с точки зрения унитарного поведения ребенок лежит на руках у матери. Как он чувствует себя комфортно у нее у груди. Как они вместе с мамой чувствуют себя удобно и счастливо. Вот это пример гармонично функционирующей системы. А вот другой пример. Смотрите, как ребенок познает маму. Как он пытается ощупать ее лицо. Это так называемая сенсорная фаза развития системы мать-детя. Судя по выражению лица ребенка, у них хорошая система мать-детя. Потому что он ощупывает лицо матери доброжелательно. И мама реагирует на это тоже доброжелательно. Но вообще такое поведение не очень характерно для маленьких детей. И часто бывает признаком, первым признаком нарушения системы мать-детя. Когда мама воспринимается как некая измененная структура. Например, мама поменяла прическу. Мама поменяла цвет волос. Мама одела яркую одежду. Употребила очень резкие духи. И ребенок ее не узнает. И он вынужден, как слепой, ощупывать ее лицо. Мало того, что он ее не узнает. Он к ней враждебно может быть настроен. И тогда он может укусить, расцарапать, дернуть за волосы. Поскольку о том, что мама так легко может нарушить эту унитарную систему, говорится в древних манускриптах, в древних предписаниях, как мама должна себя вести в этой системе. Осторожно, продуманно и в соответствии с традициями. Не случайно, вот в некоторых зарубежных странах, в частности в скандинавских, воспитание маленьких детей непременно принимает участие папа. И он должен иметь традиционную внешность. То есть он должен, например, иметь бороду. Для того, чтобы генетическая программа ребенка заработала, и он воспринял мир так, как он, в общем-то, построил мир. Он говорит, что есть мама, есть папа, есть другой огромный мир, который может существовать вне вот этой благополучной и доброй системы, первого его появления на Земле. Мама тоже должна быть традиционной. У нее должны быть длинные волосы, хорошо, если заплетенные в косу. Она должна носить юбку. Она должна быть традиционной женщиной. Мама в брюках, хотя, конечно, это очень современно, но для генуинной памяти ребенка это не актуально, это не всегда понятно, это не всегда узнаваемо. И поэтому эта система, система мать-дитя, может начать разрушаться или во всяком случае искажаться. И вот один из примеров таких – это вот такое ощупывание лица мамы. Вот первое купание. Лицо у ребенка грустное, потому что встреча с водой нередко вызывает у ребенка опасение и тревогу. А здесь вот более благожелательное взаимодействие мамы с ребенком, когда ребенок, конечно, немножко испуган. Он, так сказать, по-видимому, выражает какие-то элементы протеста, но тем не менее он рад, потому что он рядом с мамой. А вот уже дети более старшего возраста. Вот здесь когнитивное взаимодействие системы мать-дитя, когда ребенку предоставляется возможность узнать функцию предмета, его игровое назначение, его разные возможности и так далее. Более старшие взаимодействия детей. Эта система продолжает действовать. И так, чтобы вот особенно если в семье имеется несколько детей, чтобы эти взаимодействия были гармоничными, чтобы не присутствовали реакции ревности, протеста, отторжения. Самое главное, чтобы вот сипцы, их так называют, вот братья и сестры, там и братья просто, и так далее, чтобы они понимали, что они состоят, являются некой общей системой. И мама их всех любит. И вот на этом слайде мы видим, как мама правильно взаимодействует, держа обеих своих ребятишек, обоих своих ребятишек на руках, и предоставляем возможность почувствовать равноправие, паритетность предназначающейся им материнской любви. И, наконец, последний слайд. Это система мать-отец-дитя. Это триада. Это то самое, что делает семейные взаимодействия, в частности, систему мать-дитя, особенно функциональной, особенно гармоничной, особенно продуктивной для формирования более личности формирующегося человека, более психически здоровой и более социально ориентированной, и более благожелательно настроенной к миру. Ну вот, пожалуй, всё, что я хотела вам сказать. Благодарю вас за внимание. До свидания, дорогие телезрители.